Добрый день, меня зовут Николай Стариков, в эфире программа «Русская политика». Сегодня мы поговорим о той политике и о том политике, действия которого привели к уничтожению большой России, Советского Союза, и появлению на карте «России малой» и нынешней Российской Федерации. Мы с вами должны понимать, что Российская империя и Советский Союз — это все одна наша страна. Наша страна. И поэтому наше отношение к тому, кто сократил ее территорию, оставив за границей десятки миллионов наших соотечественников, наше отношение к нему, конечно же, должно быть соответствующим. Я думаю, что вы уже догадались, что мы будем сегодня говорить о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. В божественной комедии «Данте» предатели, я хочу вам напомнить, горят в последнем круге ада. Данте поместил туда троих — Иуду, предавшего Христа, Бруто и Кассия, которые предали Цезаря. Я абсолютно убежден, что если бы Данте писал свое великое произведение сегодня, то он наверняка расширил бы состав горящих в воду предателей. Трудно найти более подходящего человека, чтобы составить компанию Иуде, чем Михаил Сергеевич Горбачев. В декабре 1991 года он, первый и единственный президент Советского Союза, заявил о сложении из себя полномочий. И в нарушении Конституции не передал власть вице-президенту Лукьянову, а объявил о распуске Советского Союза. Итак, мы сегодня говорим о Горбачеве. Я хочу напомнить телефоны, по которым вы можете позвонить в студию и высказать свое мнение по этому поводу и по поводу этого человека. Код Москвы 495, телефон 788-107-0. А теперь, уважаемые слушатели, я хотел бы задать вопрос для нашего сегодняшнего голосования. Можно ли благими намерениями и уважительными причинами оправдать нарушение присяги президента? Те, кто считает, что да, можно благими намерениями и уважительными причинами оправдать нарушение присяги президента, звоните, пожалуйста, код Москвы 495-916-5581. Те, кто считают, что нарушение присяги невозможно оправдать ничем, никакими оправданиями, никакими намерениями, звоните, пожалуйста, по телефону 495-916-5582. А теперь мы продолжаем наш разговор. Почему именно такой вопрос мне захотелось вам сегодня задать, уважаемые радиослушатели? Потому что сегодня мы слышим очень много таких эмоциональных разглагольствований о том, что случилось в 91-м году и чуть раньше. Нам говорят, во-первых, что распад Советского Союза он был предопределен, что была плохая экономика, что страна не развивалась. С другой стороны, говорят, что у Горбачева были исключительно хорошие намерения, он хотел свободу всем дать. И вот этими эмоциональными разговорами стараются увести разговор, на самом деле, совершенно в иную плоскость. Именно поэтому давайте сегодня четко определимся, можно или нельзя нарушать присягу президенту, чтобы он при этом хорошего не говорил. Но дальнейший наш разговор мне хотелось бы продолжить не о Горбачеве. Тогда будет понятно, почему именно сегодня мы стали говорить об этой теме и вспоминать достаточно печальный период нашей истории. Дело в том, что в феврале 2013 года исполнилось 90-летие дня рождения Григория Васильевича Романова. Я думаю, что многие из тех, что слушают сейчас, особенно молодое поколение, и не знают этого имени. Между тем, это человек, который был главным соперником Горбачева на пост генерального секретаря, а следовательно, руководителя Советского Союза. Григорий Васильевич Романов в 1970 году возглавил Ленинградский обком партии и 13 лет руководил городом области. Вот большинство того промышленного потенциала, того, что было построено в моем родном Питере, оно было построено именно при Романове. При нем построили Ленинградскую атомную станцию, город Кириши с нефтеперерабатывающим заводом. В те годы построили знаменитый трактор «Кировец» и еще более знаменитый атомоход «Арктика». За это время открыли 19 станций метро. Активно развивалась промышленность, сельское хозяйство. При нем, кстати, начали строить кольцевую дорогу, при нем начали строить дамбу. То есть это были самые успешные годы за все 20-е столетие. Романова в городе звали хозяин, и все знали, что он был такой мужик с крутым нравом. Был решительным противником стяжательства и привилегий. Не знаю, за что, может быть, за это, но вот интеллигенция творческая его не любила. Хотя, кстати, ленинградский рок-клуб заработал именно при нем. Но с 1983 года Григорий Васильевич Романов переехал в Москву, стал работать ЦК КПСС, и волею судеб и волею истории стал главным соперником Горбачева на пост руководителя Советского Союза. И тогда, тогда в дело включилось то, что сегодня называется черным пиаром. Ну, тогда не было совестливых блогеров, и поэтому запуск компрометирующей Романовой информации взяли на себя зарубежные голоса. «Голос Америки», «Радио Свобода», журнал «Шпигель» начали публиковать и, соответственно, комментировать сообщения о том, что на свадьбе дочери Григория Васильевича Романова использовался сервиз, взятый из Эрмитажа. Я думаю, что старшее поколение помнит еще эту утку. Может быть, некоторые до сих пор не знают, что это полная ложь. Хотелось обратить ваше внимание на несколько фактов. Говорить об этом стали в 83-м году. Свадьба была в 1974-м. Советские газеты вообще об этом не писали. Информацию давали только наши зарубежные друзья. И они очень активно старались очернить соперника Михаила Сергеевича Горбачеву. Но дискредитировать Романова полностью не получилось. И тогда, накануне голосования, когда выбирали генерального секретаря ЦК КПСС, была практически проведена спецоперация. На само голосование забыли пригласить одного из членов Политбюро. Это был, кстати, сам Романов, который отдыхал в отпуске. А другой член Политбюро, товарищ Щербицкий, по непонятным причинам не смог вылететь из Соединенных Штатов Америки. Под надуманными предлогами задержали его вылет. В итоге генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева выбирало восемь человек. Он прошел всего лишь с перевесом в один голос. Что было бы, если бы и Романов, и Щербицкий попали бы на это заседание, остаются для нас под покровом тайны. Но история нашей страны могла бы пойти совершенно по-другому, если бы в апреле 85-го года был избран не Горбачев, а Романов. И мы продолжим наш разговор после небольшой паузы. Мы продолжаем наш разговор. Я хотел напомнить вопрос для нашего голосования. Сегодня нам часто говорят, что распад Советского Союза был вызван какими-то необратимыми экономическими причинами, благими намерениями Горбачева или еще какими-то уважительными причинами. Но нам хочется ведь разобраться с вами, что называется, в юридической плоскости. Поэтому прошу вас проголосовать по такому вопросу. Можно ли благими намерениями, уважительными причинами оправдать нарушение присяги президента Советского Союза? Те, кто считают, что да, можно, пожалуйста, звоните по телефону 495-916-5581. Те, кто считают, что нет, никакими благими намерениями, уважительными причинами и вообще ничем нельзя оправдать нарушение присяги президента, звоните, пожалуйста, по телефону 495-916-5582. Я напомню, телефон студии для звонков. Мы начнем с вами общаться буквально через несколько минут. Телефон 495, код Москвы, 788-107-0. А пока я хотел обратить ваше внимание еще на один очень интересный момент. Это поведение Горбачева в момент, собственно говоря, распада Советского Союза. Я напомню, что три руководителя трех республик собрались в Беловежской пуще и, не имея никаких конституционных полномочий и прав, подписали не имеющий силы документ о распаде, о распуске Советского Союза. Как должен был бы поступить в этой ситуации президент патриот? Пример для этого мы можем видеть в Чили, когда президент Альенде, несмотря на военный переворот, который случился, с автоматом в руках защищал свою страну, отдал свою жизнь за свои идеалы. У Горбачева не было необходимости с автоматом в руках защищать Советский Союз. Военные структуры, КГБ и так далее были абсолютно лояльны ему, они ему подчинялись. Не случайно трое путчистов, которые собрались в Беловежской пуще, очень боялись, что там, с одной стороны, высадится спецназ КГБ и всех арестует, а с другой стороны, что, может быть, какая-нибудь сверхточная ракета случайно залетит в окно и положит конец тому безобразию, что там происходило. Горбачев не сделал ни того, ни другого. Но даже не сделав каких-то силовых акций в отношении путчистов, он мог просто своим выступлением, просто своим существованием не дать возможности распад со страны. Он обязан был это сделать, потому что в его присяге, в тексте его присяги президента Советского Союза, есть слова про служение народу, про территориальную целостность и много других хороших и правильных слов. Он должен был выступить и заявить, я президент Советского Союза, никто не имеет права меня смещать, меня избрал советский народ, и поэтому люди, которые там пытаются подписывать какие-то документы, это незаконно, это преступники. Я нахожусь в Кремле, только через мой труп может быть распад моей страны. Горбачев этого не сделал, он снял с себя полномочия, и в нарушение Конституции он передал их не вице-президенту Лукьянову, а никому не передал. Просто объявил о распуске страны. После этого он заставил Верховный Совет Советского Союза опять в нарушение Конституции проголосовать за этот распуск. При том, что верховной властью в стране был съезд народных депутатов. Хотел я вам напомнить, уважаемые слушатели, вот как такие действия президента можно квалифицировать. Пожалуйста. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Иван. Вы подняли очень интересную тему. Интересно она тем, что вот сейчас много молодежи, да и как бы довольно-таки зрелых людей, они не изучают историю, не хотят ее знать, говоря о том, что как бы одни напишут одно, другие напишут другое. И вот такие вот люди, как Горбачев, который, естественно, является предателем нашей страны, Руси нашей, вот, они являются отправной точкой, где человек русский может определить, где добро, а где зло. Кто за него кричит, за это зло, тот является нашим врагом, естественно. Кто с кем боролся, то является добром в данном случае. И отсюда отталкиваясь, мы можем уже назад отслеживать свою историю и смотреть, что является действительно враньем, а что правдой. Да, Иван, спасибо большое за ваше мнение. Я практически полностью с вами согласен. На мой взгляд, Горбачев, конечно же, является предателем, причем предателем не которого к предательству склонили обстоятельства, хотя даже это не оправдывает, а предателем, который сознательно шел на предательство. И всю свою работу на президентском посту, на посту руководителя Советского Союза, генерального секретаря, он последовательно подчинял одной идее – развалить Советский Союз. Собственно говоря, недавно, вот есть информация, что выступая в Турции, он сказал на одной из лекций, я мечтал развалить империю, развалить коммунизм. Мечта всей самой моей жизни – развал Советского Союза. Ну, знаете, в криминалистике очень часто используются косвенные доказательства. То есть надо смотреть, кому было выгодно, и кто приобрел какие-то бонусы от каких-либо событий. Вот давайте вспомним 80-летие Михаила Сергеевича Горбачева, которое почему-то праздновалось в Лондоне. Ну вот, мне кажется, более яркого доказательства и просто быть не может. Но он был президентом Советского Союза. Скажите, пожалуйста, в каком городе должен бывший президент Советского Союза в какой стране праздновать свой юбилей? В Москве, вероятно. Но если ему в Москве стыдно появляться, потому что здесь его не очень любят, пусть в Бишкеке празднуют, в Риге, в Таллине хоть какой-то смысл будет. Даже его празднество в Берлине было бы наполнено хоть каким-то минимальным смыслом, потому что Россию он разъединил, а Германию соединил. И да, вот немцы его любят. Но он едет праздновать в Лондон. Там наших геополитических противников, которые получили основные плюсы от того, что совершил Горбачев. Ведь десяти передач не хватит нам для того, чтобы подробно обсудить то, что сделал этот абсолютно неуважаемый бывший президент Советского Союза. Ну, пожалуйста, хотелось бы узнать ваше мнение. Алло. Добрый день, Сергей Москва. У меня два вопроса. Вот у либералов по поводу развала Советского Союза два аргумента. Первый, что один человек не может развалить крепко стоящие и крепко сбитое государство, да, или три человека, которые подписали в Беловежской Пуще. Пример Соединенных Штатов там, да, если соберутся все губернаторы, они не смогут развалить Соединенные Штаты, подписав какую-то бумажку. И второй аргумент, то, что никто не вышел защищать, ну, разваливавшийся Советский Союз. Вот как вы прокомментируете эти вопросы? Ну, здесь, как всегда, у либералов, правда, густо замешано на лжи, собственно говоря. Что касается предопределенности распада Советского Союза, вот еще такой миф есть о том, что экономика загибалась. Просто цифры, что называется, голые цифры. 1991 год, когда Советский Союз уже был в такой лихорадке, которая во многом была искусственной, большей степенью была искусственной. Так вот, в 91-м году мы продали оружие на 20 миллиардов долларов. США на 27 миллиардов долларов. То есть, практически паритет. Проходит один год. 1992 год, мы продаем на полтора миллиарда, США на 39 миллиардов. То есть, рынок полностью сдан американцам. Вот, пожалуйста, первый приятный итог для США того, что сделал Горбачев. Полностью сдан рынок оружия. И мы до сих пор не вернулись на те цифры, которые мы продавали при Советском Союзе. Да, конечно, сейчас стало больше. Если бы у нас было так все плохо, цифры были бы заранее, намного раньше были бы полтора миллиарда против 39-ти. Конечно, это полная ерунда. Значит, что касается распада Соединенных Штатов, если там какие-то парламентарии проголосуют за, надо сказать, что распад Советского Союза был абсолютно незаконный. То есть, вот у парламентария в США нет полномочий на рост по США, так и у Горбачева не было полномочий на рост по Советского Союза. И у беловежских путчистов не было. То есть, была проведена такая красивая, молниеносная спецоперация, в которой народ просто не успел опомниться. А для того, чтобы народу было и не жалко свою страну, вот для этого был совершенно четкий саботаж. В течение нескольких лет создавались искусственные сложности с продовольствием, вспомните, со стиральным порошком, постоянно какие-то талоны. То есть, страну уже готовили на заклане. Именно для этого организовывали какие-то сложности. То есть, я лично, будучи в 89-м году в стройотряде, лично видел на помойке великолётные овощи и фрукты. И это было, между прочим, в городе Ноябрьске, то есть в Сибири. Мы вернёмся через несколько секунд в нашу студию. Добрый день, это Николай Стариков и программа «Русская политика». Мы продолжаем разговор о Горбачёве, о том, каким он был президентом, и можно ли нарушать присягу президента под какими-то благими намерениями. Я напомню, что у нас идёт голосование по вопросу, можно ли руководствоваться с благими намерениями, уважительными причинами оправдать нарушение присяги президента. Те, кто считает, что да, можно, звоните, пожалуйста, по телефону 495-916-5581. Те, кто считает, что присяга президента даётся для того, чтобы её не нарушать ни в каком случае, и невозможно никакими благими намерениями и словами это оправдать, звоните, пожалуйста, по телефону 495-916-5582. А сейчас я продолжу отвечать, которые коллега задал в предыдущем промежутке программы. Один ли был Горбачёв? Одному невозможно развалить страну. Конечно, Горбачёв был не один. Я напомню вам одну фамилию. Прараб перестройки Александр Яковлев. Здесь вообще очень сложно сказать, кто кем руководил. Очень часто складывается впечатление, что на самом деле это Горбачёвым руководил Александр Яковлев. Потому что Крючков, покойный ныне руководитель КГБ, рассказывал такую историю. Однажды к нему поступила информация, что Александр Яковлев был завербован иностранной разведкой. Он принёс эту информацию Горбачёву, подал ему. Тот посмотрел, сказал, вы знаете, отнесите, пожалуйста, Александру Николаевичу и посмотрим, что он на это скажет. Значит, Крючков пришёл, молча дал эту бумагу Яковлеву. Тот густо покраснел, закрыл её и ничего не сказал. Всё, конец истории. Ничего Горбачёв не сделал. Я напомню, что именно Яковлев стал так называемым прорабом перестройки. Он запустил кампанию по очернению нашей истории, по дискредитации всего прошлого, что было в России. Собственно говоря, сегодняшний звонит заимлеченный. Это все дети Александра Яковлева. Вот вся там мутная волна лжи о нашей истории, все фальсификации, они стартовали в то время. Напомню ещё один интересный факт. В ноябре 1991 года, тогда работавший следователем генеральной прокуратуры Виктор Илюхин, ныне тоже покойный бывший депутат Государственной Думы, взбудил против Горбачёва уголовное дело по факту изменной Родины. Это дело просуществовало полтора дня, после чего начальник Виктор Илюхин закрыл это дело, а его самому уволили. То есть фактически это Горбачёв закрыл дело сам против себя. И хочу сказать, что я и мои коллеги по общественной организации профсоюз граждан России, вот уже в течение примерно 10 месяцев мы шаг за шагом проходим судебные инстанции с одним требованием возобновить уголовное дело против Михаила Горбачёва по обвинению в государственной измене. Нам отказывают, мы идём в следующую судебную инстанцию, и вот так мы проходим раз за разом эту инстанцию и обязательно будем идти до конца, потому что мы считаем, что это вопрос принципиальный. Здесь нужно получить юридическую оценку того, что совершил Горбачёв обязательно. Кстати, недавно на презентации его книги в Москве были мои коллеги и задали ему вопрос. Что вы думаете по поводу того, чтобы юридически разобраться в ситуации и в конце концов поставить точку? Было предательство с вашей стороны или нет? Горбачёв вообще ушёл от ответа и совершенно ничего не сказал. Но этого и следовало ожидать. А теперь примем звонок. Алло. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот вы рассуждаете, Горбачёв, о Горбачёве, да? А мне кажется, что их нужно смотреть в паре с президентом России Ельцином, так называемым президентом. Понимаете? Это же два спага пара. Я согласен с вами, что в некотором смысле это, так сказать, если выразиться образно, одна пара антироссийской обуви. Но на самом деле трагедия заключается в том, что, на мой взгляд, Ельцин во многом способствовал развалу Советского Союза именно из-за своей неприязни к Горбачёву. То есть он старался избавиться от Горбачёва, который, в свою очередь, не любил Ельцина, и вместе с водой выплеснул ребёнка. Потому что у Ельцина была полная возможность возглавить не Россию, а Советский Союз, и особенно после Путчи. Потому что тогда его авторитет и его рейтинг был выше, так сказать, всех возможных величин, но он этого не сделал. Во многом, мне кажется, исходя из своих личных амбиций и личного отношения к Горбачёву. Я понимаю, что он так как сделал. Это два спагана на одну ногу, в принципе. Понимаете, что Ельцин, что Горбачёв. И ещё такая вещь. Ну, а нельзя какой-нибудь референдум создать, чтобы выбросить тело этого предателя за пределы нашей страны? Пусть он лежит около ног статуи свободы. Спасибо за тот вопрос, который задаёте. Я хочу сказать, что я категорически не сторонник делать что-то с телами умерших людей. Мне кажется, что они должны покоиться в том месте, где они похоронены. Поэтому заниматься борьбой с памятниками, борьбой с мёртвыми, это самое последнее, что только может быть. И лично я в этом принимать никакого участия не буду. Мы можем человека, совершившего определённые действия в отношении России, не уважать, не любить. Но бороться с мёртвыми, это на самом деле абсолютно неправильно. Что касается какого-нибудь референдума, то я хочу сказать, что референдум — это очень сложная процедура, которая требует определённого прохождения этапов. И в своё время, весной прошедшего года, я, профсоюз граждан России, мои коллеги, присоединившиеся к нам общественные организации, Народный собор, партия дела, мы пытались совершить референдум, если так можно сказать, по вопросу вступления России в ИТО, чтобы остановить вступление России в эту организацию. В итоге нас срезали ещё на первом этапе, потому что процедура очень-очень-очень сложная. И это действительно не вопрос, который нужно обсуждать на всероссийском референдуме. Но если уже говорить о референдуме, зашла речь, то вот я сейчас считаю, что необходимо провести референдум местный, провести референдум в городе на Волге, чтобы выяснить, как должен называться этот город, и дать возможность гражданам Волгограда проголосовать за все три варианта. Волгоград, Сталинград, Царицын. Пусть народ решит, пусть поставят точку в этом вопросе. Если народ решит, что должен быть царица, значит, пусть будет Царицын. Решит Сталинград, значит, Сталинград. Волгоград, пусть будет Волгоград. Обратите внимание, все, кто нам говорит о том, что они уважают народ, все, кто требует честных выборов, все, кто называет себя либералами и демократами, категорически уходят от разговоров о необходимости проведения референдума. Они все говорят, что ни в коем случае нельзя называть Сталинград. Но при этом не хотят дать народу возможность самому решить наименование своего города. Пожалуйста, следующий звонок. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я в эфире, нет? Да, я вас слушаю. Вы в эфире, конечно, говорите, пожалуйста. Очень приятно. Знаете, я не могла остаться равнодушной. Первый раз звоню и хочу выразить свое некоторое несогласие с вами. Пожалуйста, выразите. Зовут меня Наталья, и я бухгалтер. Несогласие в чем? Вы понимаете, в той ситуации, когда развалился Советский Союз, это висело в воздухе, и принятие решения президентом, и длительность принятия этого решения, я не имею в виду 7-минутное подписание документа, а имею в виду, как это решение созревалось. Вы о каком решении, прошу прощения, говорите? Ну, вот по поводу развала Советского Союза вы говорили. Нет, вот решение, это что? Развалить Советский Союз решение или какое решение вы говорите? Нет, безусловно, такого решения, его и не принималось именно развалить. То есть у вас как бы позиция, я не знаю, насколько вы, ну, то есть в каком возрасте вы были в это время. Я 1970-го года рождения. А я вот 64-го. Я прекрасно помню это время. Значит, и это было решение, которое висело в воздухе, оно было не то, чтобы одобрено многими людьми, но люди понимали неизбежность этой ситуации. Это было продиктовано обстановкой и временем во многом. И как бы президент принимал решение, исходя из этого тоже. Он фактически мог только согласиться с тем, что происходило в стране в тот момент. Я прошу прощения. Спасибо за то, что вы высказали свою точку зрения. Я отвечу на ваш вопрос уже после выпуска новостей. Здравствуйте еще раз. Я думаю, что пришло время подвести итоги нашего голосования. Мы с вами обсуждали следующий вопрос. Можно ли благими намерениями или уважительными причинами оправдать нарушение присяги президента? Хочу сказать, что всего лишь 7,8% считают, что да, нарушению присяги президента может быть какое-либо оправдание. Но зато 92,2% позвонивших и проголосовавших считают, что никакого оправдания нарушению присяги президента быть не может. Я хочу сказать, что мой голос, конечно, в данном случае на стороне тех, кто считает, что объяснению и оправданию нарушения присяги не может быть никакого оправдания. А теперь я хотел ответить на вопрос дамы, который был задан перед перерывом. Вы говорите о неизбежности распада Советского Союза. Вы говорите о том, что было такое время, что была обстановка, и президент принял такое решение. Мне кажется, что отношение народа к этому всему мы видим по результатам голосования. Есть совершенно четкая юридическая формулировка. Это присяга президента. Президент должен умереть на своем посту, как альенда, но не допустить, во-первых, распада своей страны. Но если он оказался плохим президентом, если он не умел руководить страной, тогда он должен умереть на своем посту. Он не имеет права слагать с себя полномочия и при этом дальше нарушать Конституцию. Если он оказался слаб, он может снять с себя полномочия и передать вице-президенту, и тогда ответственность будет уже на вице-президента. Но распускать государство не имеет права никто. Ведь Горбачев распустил государство. Это не то государство, которое вдруг возникло в 1917 году. Это многовековое русское государство. Многие части Советского Союза вообще никогда не имели никакой государственности при всем уважении к ним. За эту землю, за расширение территории проливали кровь наши деды и прадеды. И рощерком пера. Потому что так сложились обстоятельства, Горбачев распустил страну. Это преступление. И тем более это преступление вдвойне. Потому что он сделал это не по ошибке, не по слабоволию своему, а сознательно. Вот в чем ужас того, что он сделал. И вот почему необходимо дать этому юридическую оценку. Потому что вот мы знаем, что генерал Власов был предатель. Эта юридическая оценка была. Был суд. Его за это повесили. А вот Михаил Сергеевич Горбачев до сих пор у нас болтается между 92 целыми процентами нашего населения, которые его осуждают, и 8 процентами, которые испытывают к нему то ли смешанное чувство жалости, то ли какие-то симпатии. Нужно дать четкую юридическую оценку. Это предательство. Это не должно повториться в нашей истории. Иначе как мы с вами будем воспитывать наших детей? На каких примерах? То есть неужели существуют какие-то обстоятельства, так обстановка сложилась, решение, что, например, сын или дочь могут предать свою мать? Вот могут быть какие-то обстоятельства? На мой взгляд, таких обстоятельств вообще в принципе быть не может. Пожалуйста, давайте возьмем звонок. Я вас слушаю. Добрый день. Здравствуйте. Я что хотела сказать. Я из Подмосковья. Значит, я что хочу сказать, что сейчас что говорит нам о Пути... То есть об этом... О Горбачеве. Его давно нет не только у власти, но нет уже и в России. Что о нем говорить? Сейчас надо о Путине говорить, как он воровство развел. О Сердюкове, о Скрыннике, о Васильеве. Вот надо о ком говорить. А не задним числом о Горбачеве. Сейчас что творится, безобразие какое? Воровство. Разворовали всю Россию, растащили. Спасибо за ваше мнение. Я думаю, что оно имеет право на существование. Но смею вам напомнить, что вот то, что происходит сегодня с Россией, те проблемы, которые мы переживаем и которые мы никак не можем решить окончательно. Распад великой страны, конфликты, потеря геополитических союзников, разрушение экономики, деиндустриализация, которая прошла, воровская приватизация, это все корнями уходит. Вот в это поведение Михаила Сергеевича, когда он сложил с себя полномочия, все это могло быть по-другому. Это все могло быть остановлено. И вот опять возвращаясь к вопросу предыдущей звонившей дамы, хочу сказать, что о какой экономическом, как бы это сказать-то, не мог, нельзя говорить о том, что Советский Союз был обречен. Тот, кто говорит так, он просто отрицает реальность. Вы посмотрите на то, что происходит с Китаем. Экономика Китая всегда отставала от экономики Советского Союза. И такая ситуация была на 1991 год. Это Советский Союз был промышленно развитой державой, испытывавшей благодаря неумелому и сознательно плохому руководству Горбачева период сложного развития. Китай отставал от нас по всем параметрам. В 1991 году Горбачев уничтожил свою страну. Китайцы не дали этого сделать на площади Тянь-Ань-Мэнь. Набрались мужества, навели порядок в своей стране, и мы видим, какие результаты. И обратите внимание, очень часто даже наши сторонники либеральных взглядов говорят, ну вот смотрите, как в Китае, какой там порядок, там то, там все, там развитие, там коррупционеров расстреливают, значит, в прямом эфире на стадионах. Так все это потому, что во голове Китая не оказалось Горбачева. А вернее говоря, он там тоже оказался такой. Я сейчас не могу воспроизвести его имя, но во время волнений на площади Тянь-Ань-Мэнь китайский руководитель приехал к демонстрантам, плакал, каялся, просил у них прощения. В итоге собралось заседание ЦК КПК, его посадили под домашний арест, и совсем недавно он под этим домашним арестом, из-под которого не вышел. Он и умер. Поэтому роль личности в истории никто не отменял. Даже если мы говорим о коллективном управлении, таким как Политбюро Коммунистической партии Советского Союза. Давайте еще одно мнение примем. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, Николай, я с вами соглашусь только в одном. Что его бы сейчас наказать, но вы понимаете, он так выглядит, таким жалким. Посмотрите, как он ездил в Лондон. Он, смотрел, он принимал эти поздравления и подарки. Там где-то сзади была его дочь. Какие-то там, знаете, вот эти, простите. Другого слова нет. Он жалкий. И таким жалким он выглядел, когда он, помните, спускался с трапа самолета со своей супругой. Вы знаете, ему бы сейчас вообще запрятаться, а ему дают еще трибуну в России. Я не понимаю, как это происходит. Вот что обидно. А то, что дама там высказывается плюс насчет Горбачева и защищает его, да потому что ей сейчас хорошо живется. Вы знаете, сейчас так востребована вот эта вот специальность. Поэтому вот только одно. Но сам Горбачев, он уже все, отработанный материал. Вы знаете, мне, я постарше той дамы, и у меня в воздухе ничего не разваливалось. И я счастлива была, ела, пила, и в 23 года у меня была кооперативная квартира. Ну что, ваш звонок говорит нам только об одном. Какая добрая душа у русского народа. Мы вернемся после небольшой паузы. Уважаемые слушатели, наша программа вышла на финишную прямую. Я напомню, телефон для тех, кто хочет позвонить в студию. Код Москвы 495-788-107-0. А пока хотел напомнить еще два фрагмента нашей истории, которые связаны с именем Горбачева. Первая история связана со столицей Литвы, городом Вильнюс, куда я на следующей неделе поеду. Сейчас уже эта информация абсолютно открыто публикуется, и о ней совершенно спокойно говорят, что те граждане Советского Союза, жители Литвы, жители Вильнюса, которые были убиты якобы советской армией во время штурма телецентра, оказывается, были убиты вовсе не нашими солдатами, а некими снайперами, некими вооруженными людьми, которые сидели на близлежащих высотных зданиях. Это сейчас тема табу в Литве. Один из тамошних политиков поднял эту тему и получил условный срок за отрицание советской оккупации. То есть была совершенно четкая провокация, когда под шумок люди вооруженные застрелили нескольких своих соотечественников и постарались выдать это за жертв, значит, кровавого советского режима. Более того, там привезли жертв автокатастрофы, сказали, что их задавили танками. Но вы понимаете, что жертва автокатастрофы внешне очень сильно отличается от человека, по которому проехал танк. Это очевидные вещи. Это еще январь 1991 года. Советский Союз еще не уничтожен, он еще есть. И тем не менее, никакого расследования не было проведено так, чтобы об этом сообщить общественности. То есть расследование было, эти материалы есть, есть баллистические экспертизы. Написано, что человек застрелен из винтовки Мосина образца 1891 года. Но мы с вами понимаем, что в 1991 году советские солдаты не были вооружены винтовками Мосина. Почему об этом не было сказано? Потому что это нарушало всю картину. Горбачев вообще ушел в сторону и отказался даже сказать, что он давал какие-то приказы. То есть армия сама приехала, сама чего-то там решила. Точно такая же ситуация была в Тбилиси, когда потом не могли найти концов. Кто отдал приказ разгонять эту демонстрацию? И почему десантники были поставлены перед бушующей и разъяренной толпой без каких-либо средств разгона от демонстрации? У них были только саперные лопатки, которыми, собственно говоря, они не пытались защищаться. Куда делась тамошняя милиция? То есть раз за разом на территории Советского Союза еще за 9 месяцев до августовского путча осуществлялись масштабные провокации с целью нагнетания атмосферы, вызова ненависти различных национальностей друг к другу. И все это при живом, абсолютно действующем президенте Горбачеву. Он что, это тоже не знал? Он вообще ничего не знал? Не приходя в сознание, руководил Советским Союзом? Странно, этого быть не может. А вот если мы представим себе, что его задачей было уничтожение Советского Союза, делать так, чтобы было хуже, вот тогда все становится понятным. Ну и, так сказать, история, что называется, на закуску, история Матяса Руста. Это, что называется, исторический факт, что Горбачев на переговорах с Рейганом раз за разом сдавал наше вооружение. Абсолютно безответно. В том числе сдал прекрасную, новейшую, только принятую на вооружение ракету АК. 400 километров в дальности. Она не попадала под те сокращения, о которых он договорился. А Горбачев ее просто в качестве подарка, значит, любимому, видимо, актеру сдал. Естественно, это вызывало возмущение у военных. Военные Горбачева разваливать Советский Союз мешали. Что сделал Горбачев? Вместе с Западом осуществил провокацию, по итогам которой этих военных и снял как не справящихся с работой. Что произошло? Некий самолет с молодым человеком с неуравновешенной психикой, Матясом Рустом, перелетел из Финляндии в Советский Союз, получив четкую карту ПВО, где ему надо лететь. И, собственно говоря, окно ему дали на границе, вот если говорить таким простым языком. Об этом все знают. Он сел на Красной площади, есть кадры, которые, значит, показывают это. Задайте себе вопрос, а откуда съемочные группы взялись на Красной площади? С нескольких точек снимали посадку этого самолета. Значит, они знали, кто им об этом сказал? Это первый вопрос. А второй вопрос. Если мы посмотрим дальность полета этого маленького самолета, мы увидим, что он не мог перелететь в Москву. Так вот, он сел на одном из шоссе под Тверью, и его дополнительно заправляли керосином. Об этом уже сейчас говорят открыто. Была четкая операция, в которой участвовал Запад с одной стороны, давая вылет этому молодому человеку, и с другой стороны Горбачев, который создал возможность его долететь до Москвы. А в итоге он снял целый перечень наших генералов, которые противились одностороннему разоружению. Что вы думаете по этому поводу? — Алло. — Я полностью... Это Владимир Королёв. Я полностью вас поддерживаю, и привлечение Горбачева к суду необходимо добиться для того, чтобы это было уроком для нынешних руководителей и будущих руководителей. — Спасибо за вашу точку зрения. Однако вот хотел еще прокомментировать предыдущий звонок. У нас был такой женский период, подряд три дамы звонили. — Согласна, дама, с тем, что Горбачев нанес колоссальный вред стране, но считает, что его судить не надо. Почему? Потому что он такой жалкий. Он действительно жалкий. Человек, который руководил сверхдержавой, а потом стал рекламировать пиццу и сумки Луи Виттон, ну, конечно же, жалок. Но для воспитания наших будущих поколений мы должны дать юридическую оценку того, что сделал этот жалкий человек. Мы не должны спускать ему на тормозах развал страны, все его юридические преступления, отказ от присяги, распуск Советского Союза и так далее, и так далее, только потому, что он сегодня выглядит жалок. Вот мое мнение такое. Алло, здравствуйте. — Алло, добрый день. Во-первых, большое спасибо вам. Да, меня зовут Елена. — Спасибо, Елена. — Большое вам спасибо. К сожалению, очень редко вот такую правду сейчас слышишь. Во-вторых, я хотела сказать по поводу той бухгалтерши, которая звонила. Ну, это смешно, то, что она говорила. Я, мне 60 лет, весь это все предательство проходило на моих глазах, а поскольку я журналист, то я, конечно, много чего видела и знала, помимо того, что знали бухгалтеры. И в-третьих, вот что касается, кстати, наказания нынешнего Горбачева, ну, жалость — это жалость, это понятно, там, да, старый человек и все. Но я хочу сказать, что Иуда, который предал, да, он тоже был жалок в последние минуты. Тем не менее, он получил тот конец, самовольно хотя, который заслужил. Вот мне кажется, что... То есть я желаю вам, вашей организации, удачи в том, чтобы Горбачев был наказан. А потом, хотя бы потом, поговорить и о Ельцине, и о том беспределье, о том попрании, пожелании всего народа, ведь референдум был о сохранении Советского Союза. Да, да, вот это очень важный момент, о котором я хотел сейчас поговорить. Спасибо большое, что вы затронули эту тему, ведь когда говорят о том, что, ну, так сложились обстоятельства, вот неизбежно было и так далее. То есть вы, уважаемые думающие так, хотите сказать, что если народ на референдуме 17 марта 1991 года проголосовал 76% за сохранение Советского Союза, то могут быть какие-то обстоятельства, которые кому-то позволяют не замечать волю народа? То есть это что, диктатура Горбачева? Народ говорит, мы хотим, чтобы был Советский Союз. 76% говорит, мы этого хотим. Президент избран народом, он должен волю народа исполнять. Или он может сказать, вы знаете, дорогой народ, вот так сложились обстоятельства, что, вы знаете, я вынужден не поступать в соответствии с тем, как вы решили. А ведь референдум, это фактически прямое волеизъявление народа, это высшая форма народовласти. Другого быть не может. На мой взгляд, конечно же, Горбачев прямо нарушил волю того народа, который его избрал и сделал первым президентом Советского Союза. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Я хотел бы вам сказать еще по поводу Охранеева. Охранеев должен был выступить, рассказать про эти соглашения с Рейганом и с Бушем. Вот. Ну, его задушили. Так, это по указанию Горбачева. Дальше этот Юрий Дмитриевич Масляков разработал план выхода России Советского Союза из кризиса. Но Горбачев не считал. Приезжал он в Королевых к нам. Ну, не буду. А я хочу что еще сказать. Горбачев, значит, это, значит, товарищ Андропова. Значит, вначале... Уважаемый радиослушатель, я бы сейчас просил все-таки высказывать ваше мнение, а не, так сказать, уходить в историю. Действительно, то, что вы рассказываете, имело место быть. И был целый сериал загадочных смертей после крушения Советского Союза. Мы помним, что руководители, занимавшиеся имуществом КПСС, вдруг начали прыгать с балконов сразу после 19 августа 1991 года. Борис Карлович Пуга, руководитель Министерства внутренних дел, застрелился. И есть очень большие основания считать, что застрелился он двумя выстрелами в голову. И это абсолютно не анекдот, потому что в новейшей истории мы знаем, что... Кстати, вот тоже, что интересно, министр внутренних дел Украины, по-моему, по фамилии Кравченко, застрелился двумя выстрелами в голову. И это было уже значительно в более поздний период. Так, пожалуйста. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Вы очень много говорите про молодежь. Вот мне 21 год, меня зовут Артем. Вы знаете, мне лично все равно, посадят Горбачева или не посадят. Но там проблем... Ну, вот я имею в виду о юридической оценке. Но проблем осталось столько много от него, что как бы все мое поколение прекрасно понимает, что расхлебывать только нам их. Вот. И, ну, как бы, юридическая оценка, на мой взгляд, не играет никакой... Мы с вами согласны хотя бы... Хорошо. Вы считаете, что не надо его юридически как-то оценивать? Хотя здесь я с вами согласиться не могу. Но я абсолютно согласен с вами, что расхлебывать все это в основном вашему поколению. Вот мне было ровно столько лет, сколько вам сейчас. 21 год, когда Горбачев уничтожил мою страну. И я жил в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогдашнем, который никуда не эмигрировал. И, собственно говоря, я жил, как и жил. А вот у меня есть друг, который родом из Украины. Он уехал учиться в Москву, учился. А когда он выучился, то это не он от Родины эмигрировал или уехал. Это Родина от него эмигрировала. И вот он до сих пор не ездит на Украину в знак протеста, потому что Украина от него отделилась. И он ждет, когда мы снова будем единой страной, чтобы поехать на свою Родину. Это на самом деле такая маленькая, говоря пушкинским языком, трагедия. Потому что были вещи куда более страшные. Но тем не менее... Я с вами полностью согласен. Надо восстановить нашу страну, чтобы она в рамке границы 1926 года... Чтобы она заняла естественные границы русского мира. Вот давайте мы такую правильную формулировку используем. И для этого у нас есть все инструменты. Это таможенный союз, Евразийский союз. Вот та платформа, на которой мы должны восстановить нашу страну. Неважно, как она называется. Российская империя, Советский союз. Сейчас будет называться Евразийский союз. Пусть называется так. Главная суть. Главное, что наш народ будет вместе. Главное, что у нас будет опять много. Будет большая армия, будет большая экономика. То есть со всех точек зрения мы будем более устойчивым организмом. Но вот трагедии, которые до сих пор происходят, они же все имеют корни в 1991 году. Никуда же это не делось. И Чеченская война страшна. Ведь это тоже, это тоже, собственно говоря, все выросло из того, что сделал Горбачев. Потому что количество жертв «мирного» распада Советского Союза посчитать очень сложно. Даже невозможно. Я думаю, что, конечно, о Горбачеве надо говорить несколько программ. И за одну программу мы не можем поднять с вами все эти проблемы. Но самое главное, мы с вами сегодня выяснили. Мы считаем, результаты голосования подтвердили, что нет никаких оправданий человеку, который нарушает свою президентскую присягу. Это очень важно. Потому что в России будут президенты. История не закончена, она только начинается. И нам важно, чтобы в истории России было как можно больше героев и как можно меньше предателей. Лучше, чтобы ни одного. Всего доброго. Мы увидимся, услышимся через неделю. До свидания.